Итак, мы уже начали, приветствуем всех, дорогие наши зрители канала Питер Татар, я Катифан Акифовна Ганединова, в очередной раз, но в очень уникальном месте, сегодня нахожусь, и оно почему уникальное, потому что у нас к тому же еще и уникальный герой. Сегодня мы будем общаться в стенах фонда поддержки и развития бурятской культуры Аяганга. Сейчас идут дни буддийского года, нового года, Сагалгана, который начался с 2 февраля и будет идти аж целый месяц. Так что вот я хочу лично поблагодарить Целиндари Аюровну Самбуеву, она вице-президент этого общества и смогла вот нас принять сегодня в субботу в своих стенах, я нахожусь на самом деле в юрте, это вот традиционное жилище кочевых народов, юрта, она очень красивая, пока я не буду ее демонстрировать, попозже покажу. И вот, собственно, сейчас мы переходим уже к представлению героя сегодняшнего эфира. Итак, тадам! Ренат Рушанович Усманов родился в Набережных Челнах. В общем, Ренат у нас путь прошел от рок-музыканта до продуктового менеджера UX и UI, основатель стартапа Япикс, конструктора мобильных приложений. Также он прошел топовые акселераторы, IT-парк, получатель от фонда содействия. Также он привлек два раунда инвестиций от российских ангел-инвесторов и является действующим резидентом, участником инновационного центра «Сколково». В общем, сейчас готовится к полноценной иммиграции в США, где неоднократно привлек, в общем, признание международных венчурных фондов. Конечно же, вот такое представление, наш уважаемый Ренат и Фенди с нами, который готовится в США. Почему вдруг взор в эту сторону и начнем первый вопрос, помимо того, что готовитесь к иммиграции, как же родные пенаты, как же родной Татарстан или вам просто не хватает места в Татарстане? Ну что ж, Ренат и Фенди, приветствуем, Харликё. Спасибо, Катефа. Да, я Ренат, я с Татарстан народом, поэтому цель почему, ну, выбрать, вообще пришел к тому, что надо выбрать США, это, во-первых, масштабизация бизнеса, ну, то есть стартапа. Ну и сами знаете, это же не секрет, что вообще сам генератор всех стартапов и новейших технологий – это у нас, конечно, кремниевая долина. Ну, соответственно, если взять еще вторую причину, это отсутствие венчурной поддержки в России. Ну, то есть это не говорит, что это совсем плохо, да, но, возможно, просто у нас еще молодой путь в стране, что венчурных капиталистов и инвесторов пока еще не так много, и вот это вот, как бы, объем вот этих финансов, да, скажем так, его пока еще не хватает на всех стартаперов, которые есть в России. Ну, и я один такой же стартапер, как и все, которые рвется на Запад за финансированием, за большим финансированием, чтобы, так сказать, увеличить капитал своей компании, расшириться, масштабироваться, ну и так далее, оплачивать зарплаты, нанимать новых сотрудников. А сами знаете, что IT-специалисты-то они в России не дешевые, если сравнить вот этот баланс между учеными и IT-специалистами, все привыкли получать в долларах, ну, соответственно, и вложения нужны большие. Рената Фензи, да, ну, здесь вот вопрос еще сопряжен с тем, что весь с чего-то надо начинать, и вы, являясь действующим, да, резидентом и участником инвестиционного центра Сколково, может быть, есть смысл как-то вот заякориться здесь и вот эту всю концентрацию усиливать своим присутствием, своим уникальным, гениальным, будем так говорить уже, компонентом, вот, или все-таки для реализации вашего именно вот такого направления, которое связано с виртуальной реальностью, здесь тесновато, вот, уточню. Хороший вопрос, да, как бы я тоже об этом думал, ну, с самого начала, я же почему и прошел вот эти акселераторы наши российские, в том числе и IT-парк набережных Чулбов, да, с 15-го года. Мы здесь пытались неоднократно привлечь и поднять какие-то раунды денег, вот именно благодаря вот этим акселераторам из Сколково, но тоже назовем своего рода акселераторы, у них тоже есть акселераторы, есть акселяционные программы, есть также венчурные программы, но Сколково, если вы сами поизучаете, они сами про себя говорят, если вам нужны деньги, то это не к нам, вот. Если вы спросите вообще в интернете, у интернета спросите, где взять деньги в России, да, они все вас направят, конечно же, в фонд содействия инноваций малого бизнеса, это Бортника по-другому еще, тривиальное название, вот. И, соответственно, я прошел вот этот путь нашей акселерационной программы из Сколково инвесторов, ну, максимум там, сколько можно поднять, это, ну, миллион рублей, скорее всего, вот в наших программах, да, акселерационных, потому что у нас нет таких инвесторов крупных, жирных, которые могли бы войти в стартап в неизвестное, а это же венчур в первую очередь, это же бизнес еще, который не стоит на ногах, и навряд ли какой-то из российских инвесторов захочет вкладывать туда какие-то большие деньги, да, будучи каким-то романтиком инвестиционным, вкладывать большие деньги в неизвестность, вот. И, соответственно, первые деньги, которые в России ты поднимаешь, это всем известный фреймворк ФФФ, это Фрэнс, Фумоли и дураки, соответственно, Кулс, вот. Нам в первую очередь достались, конечно, как сказать, друзья, да, нам друзья достались. Или, скорее всего, это все, наверное, размешать, сказать, если правильно. Вот, которые поверили в нас, да, вложили два раунда, два причем инвестора. Ну, как всегда, денег-то не хватает, потому что вложение, например, скажем, 10 миллионов для стартапа – это маленькие деньги, если учесть, что зарплаты одного программиста около 200 тысяч рублей в месяц. А что делать, если вам нужен штат программистов, там, ну, хотя бы 5 человек? Это уже миллион рублей, миллион, не считая, налогов, да, НДФЛ, там, ФСС, вот эти все страховые части, плюс 30% еще накиньте, и у вас получится колоссальная сумма, а продукт еще не будет завершен. Ну, и пройдя вот эти все акселерационные программы, я принял решение, что надо поддаваться на Запад. Причем так получилось, что я просто случайно отправил в первый попавшийся фонд заявку, и через какое-то время, там, через неделю мне просто пришел ответ, там, спасибо, Ренат, там, так и так, мы ждем вас на встрече у нас там в Калифорнии, да. Ну, и тут начинается пандемия, и пандемия вот это все, как бы, приостанавливает. Этот процесс получения виз, миграции, и наше общение с инвесторами остается только в интернете по сей день. Я недавно, конечно, напомнил о себе, но, слава богу, они ждут. То есть, вот поэтому, как вначале вы же заикнулись о том, что Ренат занимается, как бы, миграцией, вопросом. Вот, собственно, из-за этого, как бы, и занимаемся миграцией, что нужно попасть туда, привлечь, вернее, заключить контракты, познакомиться воочию уже с инвесторами, с потенциальными. В общей сумме где-то, ну, у нас капитализация на данный момент там назревает, в продажах акций это около полутора миллионов долларов на данный момент, что считается мало. Вот, и второй момент, почему, ну, выбрали мы ту страну, тут, на самом деле, нет никакой предвзятости, да, к странам. Просто сами знаете, что генератор всех вот этих стартап-проектов и вообще условий, гениальных, идеальных условий для бизнеса, это создает нам все равно США, как бы не говорили о них там плохо или хорошо. Вот, это, во-первых, налоговые нагрузки, они совсем другие, то есть есть условия, гибкость есть в налогах, в отчислениях и так далее. И поэтому все инвесторы со всех стран, со всей планеты, они выбирают именно тепличные условия для них, это США. Вот, может быть, еще есть какие-то страны, я конкретно не изучал, может, там, наряду с ними Сингапур там появляются, да, вылезают. Но США все равно остается тепличным местом для просто, для привлечения венчурного инвестора. Ну и, соответственно, вот этих венчурных фондов очень-очень много. И представьте вот этот вот огромный объем денег, который складывается со всей планеты, да, инвесторами, их нужно куда-то распределять. Соответственно, те инвесторы, они еще понимают, что из 10 стартапов один по-любому кто-то взлетит. Понятно, что это риск, на то оно и венчурная программа, да, финансирование, что есть риск, есть риск потерять полтора миллиона долларов, но зато другой стандарт, другой стартап какой-то может, например, дать 300 миллионов долларов, вот. Ну, наша цель, соответственно, exit, так называемый, это когда ты продаешь компанию через лет 5, 6, 7, а то и там и 10, ну, можно там за 500 миллионов, да, продать, как некоторые наши соотечественники продались, вот. Ну, еще какие причины? Причина то, что наше государство, оно, скажем прямо, да, оно не совсем пока содействует развитию бизнеса. То есть, если даже и пытается содействовать, я ее просто называю, что это попытки, попытки содействия бизнесу. Потому что ты везде должен быть, либо, ну, вот, стартапер это кто? Это тот, кто, вот представьте, у него нет еще бизнеса вообще за плечами. А наше государство, оно финансирует все равно больше устоявшихся предпринимателей, да, у кого есть уже за плечами там, какие-то, как багаж там, денег, да, связи, возможно, там. Поняла, да. Ага, Рината Фензи, ну, вот мы начали, как бы так, сразу же бодро с финансовым вопросом, то, что он всегда является приоритетным, все-таки мы живем в таком достаточно материальном, физическом, да, мире. Но вы-то начинали свой путь как рок-музыкант, который вот пришел к такой профессиональной самореализации. Это вот эти слова, вы можете расшифровать, что это такое? UX, UI, вот, в общем. И также хотелось бы от вас услышать, вот эти вот, ну, как бы метавселенные, например, да, или вот гибридная экономика. Вот вы что-то знаете про это? Просветите нас как человек, который свою жизнь уже посвятил дополненной или это уже виртуальная реальность. Вот поподробнее об этом, пожалуйста. Ну, вообще, если все начать вообще сначала, да, надо зрить в корень, как говорится. Вообще, я начинал, ну, сразу скажу, да, у меня есть проблемы со зрением с детства. Но это меня не останавливало вообще заниматься художеством и живописью. И даже мои родственники помнят, что я с детства всегда рисовал там, хоть и носом там приблизительно, да, как-то. Ну, я всегда старался вырисовывать все детально там. И, возможно, вот этот отпечаток, он отложился. Но, как я пережил какой-то период времени, что я родился же в набережных Челнах, а у нас нету там таких институтов. Это же надо поступать куда-то в Казань, ехать, да. Вот, а семья все равно была еще на то время, ну, не особо обеспечена. Тем более, мы же многодетная семья. Вот. Это, кстати, это заметочка такая. Из моей биографии я ее выложу. Где-нибудь на vc.ru. Вот. Ну, я пытался, конечно, поступить в химико-технологический институт. Это вообще мне понравилась. Химия еще, наверное, с годов так, 96-х. У меня как-то тяготило. Получалось там проводить опыты. Изучал вот это вот вообще направление. Но я туда и не попал, потому что было 70 медалистов в то время, в те годы, да. И я просто, можно сказать, обиделся на высшее образование, если так в кавычках. И просто выбрал для себя музыкальное направление. А как это получилось? Что я устроился на первую попавшуюся работу. Тогда был, у меня лет 19 было. Вот. Познакомился с музыкантами. Завязалось так, что я освоил гитару. И благодаря этой гитаре, что я даже не жалею, в принципе, в 2005 году я уже познакомился со своей будущей супругой. Вот. Мы вместе ездили на концерты, колесили по стране, там, да, играли даже перед звездами в каких-то. У нас была рок-группа, прямо самая настоящая, где-то до 2010 года. Вот. Ну, включительно, да. Ну, и в то время, когда появился первый интернет, а я просто человек такой, который, я легко адаптируюсь, я считаю, что, например, если вот мир меняется, то надо и самому меняться, адаптироваться под каждое направление. Если ветер туда дует, то надо просто переламывать свои вот эти, как сказать, ну, свои стержни, да, кто-то же там бывает. Вот, если ты был кем-то, вот, и живи, там, 30 лет, там, раз ты педагог, там, все, живи, будь педагогом до конца, как твоя мать, там, или как твой дед, как твой прадед, там, наследие. Вот. Нет, у нас совершенно не так, потому что, видимо, мама так воспитала, что надо как-то адаптироваться всегда. Вот. И появились компьютеры. Я начал заниматься, из-за того, что вот у меня, как бы, была связь с художеством, с живописью, я нашел вот именно вот этот заменитель кисти, кисти, да, вот этой краски и кисти. Я это просто нашел в мышке и в экране. Практически ничего не изменилось, только изменилась технология рисования. Раньше ты рисовал, там, кисти, какие-то кривые, там, формы, да, там, деревья, листья. Здесь ты уже просто рисуешь квадратики, треугольники и грамотно их располагаешь для того, чтобы человек пользовался удобнее сайтом. Это называется, в принципе, UI, это дизайн интерфейсов. Тогда еще не было такого названия, тогда это называли графический дизайн. Ну, и все, в принципе, затянуло в эту сторону. Я понял, что, во-первых, это и заработок, совсем другое отношение к музыке. Музыка стала потом второстепенным для меня в те годы. Она больше превратилась в профессиональное хобби. Потом, в 2015 году я уже решил основать собственный стартап, просто, ну, пройдя вот это, там, с 10 по 5 год, некоторые, там, формирования технологические, да, там, обучение. Прошел путь программиста, уже создавал первые сайты. Даже известный сайт такой был, база отдыха Татарстана, может, вы когда-нибудь слышали такой сайт. И он был у меня в топе. Это был мой самый первый сайт, моя первая работа. Вот, мы собрали, там, 70 баз где-то, загрузили фотографии, карты. А тогда еще не было геолокации и навигации, да, вот, может кто помнит. Мы рисовали с товарищем сами эти карты, где находятся, это база отдыха, как до них проехать. Вот, ну, оно, собственно, в принципе, вот так, наверное, меня шлифовало, шлифовало в сторону дизайна. Потом я перешел в программирование, занимался фуллстэк разработкой. Но, вот, сказать честно, вот 20-й год, 21-й, да, он как-то, наверное, все поменял, что ли. Когда ты находишься чаще дома и наедине с самим собой, ты начинаешь переоценивать. Возможно, еще 40 лет этот возраст сыграло еще какую-то переоценку, да, своих предназначений. И вот, я просто начал смотреть в корень и думать о том, что у меня лучше всего получается из всего. То есть, да, музыкантом из меня известным не получилось стать, там, как бы мы ни пытались. Потому что это надо, во-первых, родиться где-то в крупном городе, где тогда еще и ютубов не было, чтобы раскрутиться. Ну, и выбрал для себя просто направление, которое больше всех получается и, в принципе, успешно получается, благодаря которым я могу зарабатывать деньги. Это вот как раз продукт-дизайнер. Она одна из редких считается. Это тот, кто создает продукты с нуля. Например, тебе говорят идею, там, вот за 8 минут ты должен придумать идею. Есть такое понятие у Гугла, сумасшедшие восьмерки. Ты должен накидать 8 гипотез и сложить их, соединить и собрать идеи. Ну, в принципе, у меня это получается лучше всех, и поэтому я выбрал эту профессию. И при этом я решил, ну, закрепить свои знания. И я поступил в Гугл-академию на дизайнера UX, вот это одноименное название. Прошел из семи курсов уже пять. Там разные направления. Там был исследователь, да, то есть тебя сначала учат, как исследовать рынок. Потом, как формировать исследования там на основе количественных, качественных показателей. Ну, и так далее. Там очень большая, это прямо целый отдельный разговор прямо для этой. Это, возможно, я как-нибудь выпущу свой канал на эту тему. Ну, вот, и как бы вот эти пересекаются, что я стартапер, я придумываю проекты, я придумываю приложения. Плюс еще это пришло, знаете как, все-таки мы же были как веб-студия. Представьте, там по пять человек вам в день звонят и говорят, у меня есть вот идея, но не знаю, как сделать. У меня есть идея, но не знаю, как делать. А мозг уже автоматически начинает просто упражняться на каждом из этих людей. И ты просто уже учишься за пять минут, наверное, выдавать идеи, как бы это выглядело. Вот. Это и есть, в принципе, продукт дизайнер. Это тот, кто придумывает продукты, разрабатывает дизайн системы, дает задание, а, разрабатывает концепцию, путешествие для пользователя по сайту, да, то есть как правильно он будет нажимать. То есть сопереживать надо еще этому пользователю. Не просто, ну, то есть обыватель может понять, что дизайнер интерфейсов, это кубики накидал, как бы, да, треугольники, квадратики. Все, как бы, ну, что такого-то тут. Здесь, на самом деле, подход-то в чем? Здесь нужно, во-первых, опыт, опыт именно, наверное, знаете, как сказать, иметь такую нейросеть, разбираться во всем. Вот это в нейрохимии, да, там, в психологии. Пускай это даже базово, но это все надо знать, разбираться, потому что, когда ты создаешь интерфейсы, ты понимаешь приблизительно, такой фазы называется empathize, да, ты испытываешь переживания с пользователями, с чем, с какими болевыми точками он может столкнуться. Ну, и вот эти вот навыки, они просто у меня формировались, наверное, лет 15, может, 16, вот, и поэтому я, ну, и я говорю, выбрал именно профессию вот эту. Возможно, я не так емко, ой, сжато и емко это сказал, просто можно, наверное, как-то это подверзать. Нет, здесь, знаете, какой момент важный, Рината Фензима, то, что вот, вы говорите, вам звонят и говорят, у меня есть идеи, у меня тоже есть идеи, уж не знаю, сейчас ее озвучить, либо потом, но вот вы, получается, находитесь в пространстве виртуальной территории, которая уже стала нашей действительностью, то есть мы тоже начали эфир вести онлайн через ситуацию пандемии. Вот я услышала недавно на BFM мета-вселенная, и вот эксперты там об этом говорят. Потом есть NFT, вот, есть гибридная экономика, и все вот эти дизайны, когда ты через приложение можешь загружать, и сейчас даже реклама идет, да, там, до-до-пицца, что дети уже на пиццу не смотрят, они через телефон что-то выгружают, каких-то там зверюшек. И вот ваше мнение, во-первых, вот разобраться, что такое мета-вселенная, да, вот, гибридная экономика, насколько это опасно, либо это нашу жизнь расширяет, делает ее богаче и дает больше возможностей, и вообще как с этим жить, детям, взрослым, и принимать, и быстрее уже входить в это пространство, либо все-таки быть наблюдателем, потому что если там экономика, зачем нам потом опаздывать, да, и догонять, лучше быть, как вы, в авангарде этой ситуации. Вот подробнее об этом, пожалуйста. Ну, вообще, я хочу, знаете, сказать, начать вообще разговор, ввести немного в курс, что такое вообще, и как, такая, знаете, понятие акции, вот эти, да, как рост и кайпы, вот. То есть надо сначала смотреть, как говорится, в корень проблемы. Так, у нас связь не пропала? Все хорошо, все хорошо, вас слышно. А, да, потому что как-то это, у меня остановилось как будто. Нет, все, запись идет, мы вас слушаем внимательно. А, да, все, все, да, вот, смотрите, ну, надо, во-первых, разобраться вообще в тонкостях. Я говорю, к 40 годам понял, как вообще работает и устроена экономика вообще в целом. Я сейчас еще и учусь, кстати, на экономиста, я закончил бухгалтерский колледж и поступил на экономический, вот, институт, если так важно, вот. Ну, я вообще сейчас могу на пальцах объяснить, что такое, на самом деле, экономика. Это вообще, вот, понятие рынок. Представьте, что вы живете в 600-м году, в 600-м, да, где-нибудь там в 500-м году, даже в первом, пускай, году. У вас есть свой прилавок, вы печете пирожки, вот. А сосед у вас там тоже делает пирожки. Напротив вас тоже пирожки делает кто-то. И когда к вам подходит покупатель, а покупатель – это может быть у нас странец, да, с другой планеты, с другого государства прилететь и говорить, слушайте, хочу купить пирожки. И что делают продавцы? Один говорит, слушай, купи мой пирожок. У меня если пирожок-то съешь, у тебя пройдут болезни вот такие-то, такие-то. Другой говорит, слушай, съешь мой пирожок. У тебя не только болезни пройдут, у тебя еще и волосы расти начнут. А третий как бы говорит, что слушай, вообще не заморачивайся, не слушай эти пирожки. От моего пирожка, который ты у меня купишь, да, у тебя там еще и богатство появится, и деньги. И если ты еще и вложишься в развитие моего пирожка, эти пирожки будут уходить на улет, и ты еще станешь в прибыли, да, там, 20% годовых. И, соответственно, покупатель что делает? Он из этих троих такой думает, так, у этого скучная информация. Это я уже наслушался, это часто обманщики так говорят, им по цыгане. Выберу-ка я вот этого. Вот этот мне еще и профит предложил. То есть я сейчас поем пирожок, а он мне еще и предложил профит какой-то. И что здесь мы получаем? Что представьте, сейчас уже 2021 год, 2022, да, и вот эта вот махина сама экономическая, она переросла в нечто глобальное, в нечто глобальное. То есть где прибавилось очень много игроков, очень много, где там есть там крупный игрок, да, какой-то там предлагает супер-гигантские, супер-золотые пирожки. И есть мелкие предприниматели, которые сейчас вот еле-еле выживают на фоне пандемии, да. Вот эти те, кто пытается предложить свои тоже золотые пирожки, влезть в рынок и сказать, что слушай, ну вот у меня есть такой новый подход к пирожкам, да, там, что крупный игрок еще не догадался. И вот здесь вот появляется третий человек-наблюдатель, да, это есть инвестор, который думает, ищет, куда бы вложить свои деньги при умножении. А что делают предприниматели? Предприниматели, вы же слышали такое понятие акции, да, выпустить акции. Это они только по новостям так звучат, знаете, так супер-мощно, так ярко звучат, что акции, там, делитесь, там экономика, корреляция, там идет вот так, криптовалюты. На самом деле это просто, представьте, тот рынок 600-го года, просто он оброс вот этими новыми словами, а смысл-то не поменялся. То есть человек, компания, которая продает акции, она на самом деле просто вам задуривает голову. Ну, благо дело, если компания действительно будет выплачивать дивиденды, и да, действительно, это таких компаний, ну, наверное, можно по пальцам там пересчитать, грубо говоря, ну, тысячи компаний, да, на планете, может, 500. Вот есть же такое понятие, есть журнал такой, Fortun 500, да, где там 500 компаний или S&P 500, где 150 лет уже компания выплачивает свои дивиденды. А в основном, я их так считаю, что бизнес, который выходит на продажи акций, это в основном, ну, своего рода тоже самый венчур. И вот эти вот капиталы, которые они показывают, это тоже можно искусственно подделать. А как это делается? Я просто сам видел и наблюдал, как это делают другие компании. Они начинают гонять между собой деньги, увеличивая таким образом финансовую пузырь у себя, оборотную часть, да, компании. После этого они выходят на IPO или там на московскую биржу и говорят, слушай, у нас такая там капитализация. Что делается дальше? В принципе, это та же пирамида, да. Люди ведутся на информационный шум, я так называю, это называется, продажники хороших новостей есть, а есть продажники плохих новостей. Что делается? Это игра. Хорошие новости продаются, говорят, что у этой компании офигенные пирожки, если вы съедите. Ну, помните, да, 600-й год и 22-й год. Вот, и вот эти вот ребята-маркетологи, они просто преподносят это вам по-другому, адаптируют под ваше поколение, под новое. Они называют это, хочешь там NFT назови, да, там, хочешь там метавселенная, да хоть как-то это не назови, это все равно бизнес, это просто новая оболочка, это как назвать там вишенка на торте, вот. Просто маркетологи, они каждый год подбирают новые фразы, там. Вот, если касательно моего продукта, да, раньше назывался конструктор мобильных приложений. Что мы писали? Not recurred, там, программ, language, да, не требуется программа языка, знания языков. Потом маркетологи догадались, а, блин, это сложно писать, человек не усваивает. Давайте писать no code. То есть все понятно, новая схема маркетинга, то есть все думают, о, no code, это круто, это значит нет кода, это значит продукт какой-то там помогает создавать что-то и без кодирования. Но этого маломаркетологам no code устарел, теперь они пишут zero code. И представляете, вот эта картина, она складывается не только вот в моем бизнесе, это складывается и там на социальных, откладывается на социальных сетях, на той же самой экономике. И, как я уже говорил, есть торговцы плохими новостями, которые могут ваши акции снизить вот до такого уровня, да, благодаря плохим информациям. Это тоже так же делается, это все в информационном поле, как и в нашей политике, так же вот они кусаются между собой, там, две страны, да. Это же делается тоже, вы думаете, это делается ради, там, в грудь себя побить, я, там, сильный, военный, там, ух, да нет, это все бизнес. Это все для того, чтобы просто у кого-то надо скинуть акции, центробанки там и банки ФРС, они борются таким образом с инфляцией, они там где-то удешевляют доллар, где-то удорожают, и таким образом. Это все, на самом деле, спекуляция. Экономика вообще массовая, вот эта глобальная, это все спекуляция. И вот мы пришли постепенно, я сейчас объясню, что такое NFT, да, это новое такое понятие, это криптовалюта такая, токен уникальный, который привязан к чему-то одному, и его невозможно скопировать и сдублировать. Например, и разработчики нашли применение. Вот есть картина, да, там, на стене, например, там, портрет. И художник думает, так, а давай-ка я привяжу сейчас свой портрет именно к этому токену. Ну, они привязывают этот токен, все, он у тебя как бы уникален. И начинается, а те, кто разработал вот этот NFT, и еще появляется прослойка маркетологов, которая так-так, ну, слушай, прикольная тема, а давай-ка раздуем из этого слона, скажем, что это еще защищает твое патентное право, авторское, то есть, к сожалению, извините, авторское право, картину, и художникам сейчас мы в голову вобьем информацию, что если ты картину загрузишь и закрепишь это токеном, она станет как бы все, это авторское право станет твое личное. Только никто не объяснил, что законодательство-то куда делось. То есть, чтобы авторское право получить, надо сначала зарегистрировать его в патентном бюро, или в институте, в нашем российском ФИПС, интеллектуальной собственности. То есть ты подай, да, у тебя будет авторское право на твою картину, и никто на нее не может претендовать. А людям придумали вот эту информацию, что вот NFT, NFT, NFT. И что мы получаем? Опять это инструмент для спекуляции очередной. Вот сейчас пройдет пять лет, NFT стухнет, как и биткоин, вот это вот манячество по криптовалюте. Появится что-то новое. Мир не стоит на месте. Игроков на рынок вот этот наш добавляется все больше и больше и больше. Глобализация, она все раздувается, конкуренция растет, и надо же как-то выделиться. Появятся там, не знаю, сапоги, скороходы там. И тут что делать остальные? Вот, например, Илон Маск, Стив Джобс, мы, я стартапер, пытаюсь, мы пытаемся поменять мир, как вот Илон Маск молодец. Он выбрал просто путь не такой, что там криптовалюту продавать или NFT, а он выбрал через разработку. Хотя вот эту Теслу, ее тоже все хайят. Она же, на самом деле, особо много-то и не стоит. Ну, она вообще как бы бесполезный продукт. Вы можете сами это поизучать. Тесла, она как бы, ее надо заряжать. У нее много недостатков. Но маркетологи же об этом говорят. Они же заинтересованы продать. А, соответственно, когда ты на слуху, хорошие новости о тебе есть, то и получается, что акции у тебя тоже растут. А инвесторы ведутся. А инвесторы всегда ведутся там, где вот есть такое понятие хомячки инвесторов. И в то же время и есть понимающие профессиональные инвесторы, они понимают, что сейчас я куплю акции Тесла, например, да, вот в этом году, а потом перепродам. Это то же самое, в принципе, это, знаете, такая залоговая бумага, там, где расписка о задолженности, да. Вот я купил, дал тебе деньги, а ты мне дал вот эту бумажку там. И все, я когда открыл компанию в Штатах, я разобрался в этом, проконсультировался с, наверное, с тремя-четырьмя юристами, и все просто так, знаете, аккуратненько издалека просто намекают на то, что это просто инфошум. Никто не сказал, конечно, прямо вот так говорит, Ренат, там, стараясь и не придумывать информацию. И почему все инвесторы-то и лезут туда, в Штаты? Потому что для них тепличные условия именно средств массовой информации. И новости, которые вы получаете с Америки, их надо тоже перепроверять, как и из России, потому что это все тоже заказуха. Если мы привыкли доверять там каким-то Блумбергам, авторитетные там какие-то журналы, они, возможно, не будут врать, возможно, не рисковать там своей репутацией, да? Ну, а все остальные будут, в принципе, придумывать. А Блумберг просто будет подхватывать там, и если какая-то из крупных компаний просто ей заплатит миллиард долларов, почему бы не отрекламировать их акции? Вот сами подумайте, вы бы отказались от такой жирной рыбки. И мы вот просто смотрите, когда вы открываете свой стартап или вообще не пугайтесь переезд в США и открытие корпораций там. Вас ждет то же самое, вы будете работать на то, чтобы придумывать о себе информацию. Это ничего такого нет. Понятно, что оно в душе, для стартаперов это, как сказать, так неудобно, что почему я должен о себе рассказывать больше, чем оно есть. Но, ребят, это рынок, деваться некуда. Так устроена наша вот на сегодняшний день экономика. Поэтому и акции, в принципе, это все практически выдумка. Я не буду просто сейчас говорить, примеры приводить, потому что это другая история вообще, другой повод для разговора. Есть крупные российские компании, которые, в принципе, особо-то и не радуют дивидендами наших акционеров. Ну, я могу вам намекнуть, что у нас трубы бывают газовые, появляются на документах, а их на самом деле нет. А это все деньги акционеров. Акционеров, ну, например, я не вкладываюсь, конечно, в российские компании. Ну, кто-то же вложился и доверяет свои деньги им. Это представьте, что вы даете деньги в управление какой-то финансовой организации, и вам под залог просто дают вот эту бумажку, которую вы можете через 5 лет продать. Вот этот залоговый документ, скажем так. Вот этот кусок обоев, на котором просто, ну, который, в принципе, она нифига ничего не стоит. Компания может разориться и все. Вы же можете так же потерять деньги. Инвесторы серьезно как бы это понимают. Просто есть инвесторы, которые… Ага. Дина Товенди, тогда вот мы приходим к тому, что вот эти все быстрые, легкие деньги, если там сделать ретроспективу в 90-е, да, там МММ и так далее. Это то же самое, только другая оболочка. Да, да, просто легальная, более легальная. Ну, вот тогда здесь вот интересен вопрос о именно людей, которые вот выбирают, да, профессию, вот, и ваш опыт от музыканта, который, да, рок-музыкант, это такой достаточно серьезный жанр, прийти вот уже в те понятия, о которых вы сегодня сказали, и там, и получаете и по сей день, и совершенствуетесь, да, образование, расширяете свой профессиональный… Да, связь вроде бы есть, да, я вас хорошо слышу. Вот ваш, да, старт… Слышно? Меня слышно где-то от Финди? Алло. Так, повторю. Обрывками, обрывками. Ага, тогда еще, еще раз тогда повторю. Хорошо, да? Вроде появляется. Ага, Рината Фенди, вот вопрос сопряжен с тем, что молодое поколение, вот студенты, либо которые вот поступать будут, профессии будущего, вы человек, который в этом уже так глобально умеете разбираться, и до сей день, по сей день занимаетесь профессиональным образованием, вот ваш стартап, в частности, Япекс, чем он отличается, да, вот от других мобильных приложений, и, в принципе, какие в дальнейшем профессии будущего, или настоящего, уже будем так говорить, будут в тренде, вот ваше мнение? Так, ну, если по порядку, да, мой продукт, что, в чем уникальность, есть конкуренты, да, моего продукта, мы делаем конструктор мобильных приложений, знаете, каких? Не таких, просто стандартные приложения, которые там похожи на гибридные, с точки зрения технологии объяснить, у нас больше нативные технологии, это когда у тебя профессиональное полноценное приложение получается, выдержит высокие нагрузки, мы долго, лет пять, наверное, только занимались исследованием, испытанием, это очень-очень сложный продукт, который прямо, ну, стал нам в большие денежки, около, наверное, десяти миллионов не потратили только вот на все вот это, на то, чтобы понять, как это делать, тем более, это же продукция еще и не наша, ну, то есть технологии-то, не Россия же придумала, язык программирования и устройства, вот, мы копались, но все-таки мы нашли, разобрались, аналогов на сегодняшний день, прямых прямо нашим продуктам нету, есть только похожие, приложения, вот смотрите, пять лет назад мы мечтали делать там просто интернет-магазин, обычно, как вы знаете, тренды на месте не стоят, технологии развиваются, появляется искусственный интеллект, появляется много чего, и вот, как вы сегодня говорили, есть понятие ретроспектива, да, и есть еще salary pain, понятие такое, да, это когда ты вложил дофига денег, извиняюсь, да, за простая речь, вот, ты вложил много денег, но, и тебе жалко, как бы, становится то, что ты много вложил в тот продукт, и ты в 20-22 году будешь делать то же самое, нет, на самом деле надо отказаться от того продукта, который ты начинал в 15-м году, провести ретроспективу, что оно пошло так, что не так, и поменять, и мы, в принципе, собственно, к чему пришли, конструктор будет делать, голосовые приложения, то есть, я просто, как и Google, сторонник, ну, я потому что учился в Google, теперь я сторонник, что устройство, оно должно экономить внимание человека, в первую очередь, вот, для меня так, как дизайнера кажется, что так должно быть, потому что мы слишком много привязаны к пуш-оведомлениям, мы сильно привязаны к каким-то там информациям, и просыпаемся уже нервно сразу, WhatsApp надо тыкать, вот, а представьте, если у вас приложение будет с вами разговаривать, вы даже не запуская его, едете за рулем, и говорите, там, ну, мобильное приложение запустись, ну, Siri своей, да, сказали, запустить, оно запустилось, ты говоришь, закажи мне пиццу на сегодня на 22.00, и он о приложении уже знает, какую пиццу вы хотите, ту же самую, которую в прошлый раз, ты говоришь, да, почему бы и нет, хорошо, на тот же адрес, в то же время, ты говоришь, да, все, спасибо, давай, до свидания, то есть, заказ ушел, ты, во-первых, не поднимал смартфон, ты держал как в руках руль, так и держишь, то есть, вот, и конструктор будет делать именно вот такие уникальные приложения, для бизнеса, объясню, почему я это выбрал, потому что интернет-магазинов сейчас миллионы, они ничем не отличаются, да, друг от друга, там, они могут отличаться только платежными системами, положить в корзину, там, все, а бизнесу, бизнесу всегда заинтересован в том, что надо отличаться от кого-то, ну, чтобы от тебя, как на тебя обратить внимание, вот как я сегодня про пирожки же говорил, что, да, подойди ко мне, у меня пирожки золотые, а у них простые, вот, здесь то же самое, я просто понимаю на будущее, что мой клиент, покупатель этого приложения, он будет себя заявлять на рынке, презентуя перед своими пользователями, да, говорить, что не заказывайте у этого, там, да, там, подумаешь, у них там доставка еды обычно, заказывайте у нас, у нас можно голосом заказать, все, я понимаю, что этот бум пройдет опять в какой-то период времени, может, пять лет, голосовухи уже не будут там в моде, возможно, там появятся уже голографические, мы, ну, что мы будем делать, мы будем привлекать дальше инвесторов, будем доделывать, и, соответственно, расширять, расширять, и, собственно, к этому мы пришли в поисках инвестиций, а в плане профессий, я молодежи могу сказать так, что надо избавиться от амбиций, вот этих ненужных, которые мешают нам жить, да, это через средства массовой информации, ты стань криптоинвестором, это все запудривание мозгов, чтобы из тебя вытащить опять деньги, как я сегодня говорил, что это просто тебе масло нового образца намазали на хлеб, оно ничего не поменяло, и мое мнение, что только профессия кормит человека, все, никакие, не бывает простых денег, не бывает 30 иксов там, это все казино, все, чем молодежь была, не занималась бы, да, это все казино, у меня много родственников, знакомых, родных там, да, потеряли на этой криптовалюте деньги, не понимая, а, то есть, им же опять, как говорится сегодня, да, им опять рассказали, что ты можешь 100 иксов заработать, тысяча процентов, только не объясняет как, знаете, в чем фишка, представьте, у вас у криптовалюты 1 цент стоит, умножьте ее на тысячи, это будет, ну, 10 долларов, да, то есть, она, они просто рассказали, что это будет там, тысяча процентов, но они просто тысячи процентов умножили на тысячи копеек, вот, и человек думает, о, если я сейчас миллион положу, у меня будет миллион миллионов, да, там, или тысячи миллионов, вот, на самом деле, так не работает, там люди, которые это придумали, они дураки, они знали, как завернуть вот эту информацию так, чтобы человек верил, а тут еще нам мешают с вами вот эти вот инфо-цыгане, которые привызывают через Инстаграм, там, успешный успех, там, смотрите, я на Ламборгию езжу, там, вот, я нигде не работаю, никакие менеджеры, да какой тракторист, да пошли вы нафиг, я явно криптоинвестор, я явно криптоинвестор, и сейчас со временем молодежь спросите, никто не заработал, все только тратят деньги, и постепенно начинает трезвая молодежь, я уже встречаю ее, они уже понимают, блин, это все казино, реально, это все казино, теперь эти, конечно, жулики, крипто жулики пытаются новые там технологии придумать, NFT, там, еще что-то, заманув новое, вот, но, слава Богу, люди начинают трезветь молодежь, и появляются курсы, кстати, вот вы можете статистику посмотреть, рекламы даже, стань дизайнером, стань программистом, да, то есть появляются какие-то профессии, которые, по крайней мере, будут тебя кормить вечно, вот стоматолог, она будет его вечно кормить, стоматолог, врач будет вечно кормить, и тут немаловажно, что государство должно поддерживать при этом такие профессии, вот, и почему у нас ученые получают 25 тысяч рублей, которые вкладывают больше энергии, чем какой-нибудь там, я не знаю, криптоинвестор, да, который там в офисе сидит и заманивает людей в пирамиды, там, ребят, вкладывайтесь ко мне, это несправедливо, но я считаю, что надо выбирать профессию, не стыдиться, во-первых, профессии, я даже считаю, что колхозник, это тоже хорошая профессия, тракторист, хорошая профессия, а интернет, вот как сегодня мы уже заговорили, о гибридной экономике, глобализации, интернет все испортил, с одной стороны, жулики и люди, вот эти менеджеры крупного, среднего звена, они просто раскидали информацию настолько по планете, что запудрили молодежь, и мозг сказали, вот, тебе надо быть криптоинвестором или менеджером, но никак не работать трактористом, только вышел-то коллапс, ребята, а кто будет кормить-то теперь, через 10 лет, кормить некому, поэтому я считаю, что человеку надо все-таки вернуться в сельское хозяйство, и государство должно спать поддерживать этому, потому что, я считаю, что это круто, когда у тебя есть свой виноградник, я обязательно, я обещаю вам, что к 50 годам я вернусь к земле, IT-это у меня способ только заработка, только заработка, в России, если взять Штаты, например, вы можете не обязательно работать айтишником, вы можете лифтером заработать, неплохие деньги и снимать квартиру, ну, я утрирую, это просто для России сравнить зарплату, как бы, учителя, да, и зарплату программиста, они, по крайней мере, тебе хватит хоть кредит закрыть, а если бы я, я бы с удовольствием пошел к учителям, кстати. Да, Рината Вензим, мы вас вот, да, слушаем, слушаем и понимаем, что вот ваш, вот, ты говорите, менторство, да, вот ваш вклад на ставничество, он был бы и полезен, потому что как-то вот бодрить и в такой душ-шарку давать молодежи, которая заточена над какими-то такими вот именно хайповыми ситуациями, там даже до смешного мой племянник, я вот в Новый год с ним встречалась, он говорит, что все, у него YouTube-канал, кто-то TikTok-каналы, и они всерьез, по-настоящему туда энергию свою, да, включают, и это же вот эта нездоровость в целом, да, там здоровье, ну, как бы, пресекают родители, там, в частности, с моим племянником эти все моменты регулируются, но вот буквально на днях посмотрела интервью, как мальчишка, чтобы опять же ради YouTube вот этого ролика и рейтинга, лишился просто ног, потому что это вот в Санкт-Петербурге произошло, к сожалению, да, да, я слышал, кстати, да, и это же катастрофа с точки зрения опоры России подрастающего поколения, эти детишки очень осознанные, такие яркие, но все равно играет вот это вот мальчишество, соперничество, доказательства, только они не в космос стремятся, а получить лайки там на YouTube-канале, вот в чем трагедия данной ситуации, поэтому мы будем только рады вашему и приезду, и там вашим лекциям вашего YouTube-канала, да, по поводу вот таких форматов, связанных с профессиональным самоориентированием и такие вот рекомендации, как вот сегодня на пальцах рассказали про пирожки, что такое экономика, и ведь я молчала, думала, сейчас скажу ему про пирожки по поводу треугольника, все-таки татарское у вас, понимаете, вот оно, да, вот мы как раз... Так татары правят миром, вы посмотрите пирамиды в Египте, это же шпучмак, кто-то скопировал с шпучмаковых. Ну вот, да, как раз таки вот оно татарское повсюду, везде, скажите, как вас вдохновляют ли вот татарские традиции, слушаете ли вообще музыку, как в семье, как родители, как ваше окружение, скучаете ли вы по народной музыке, вообще, в принципе, включаетесь в орбиту того же Сабантуи, может, вы приложение какое-то сделаете для Сабантуи, в общем, это я так, да, к примеру говорю. Я понял, понял. Да, вот, да, расскажите, пожалуйста, поделитесь. Ну, если связано с музыкой, да, как музыкант, например, я бы ее не особо бы слышал в сегодняшнем формате, который она преподается, подается, да, пентаконика, понятно, там, если бы там по униженную ступень еще добавили, там, да, другое дело, получилось бы, привыкнуть. Вот. Нет, иногда, знаете, с годами понимаешь, что ты выбрал, в принципе, путь айтишника, да, только из-за того, что ты просто быстренько заработать, но в скором времени ты понимаешь, что корни, наверное, что ли, или как-то, они обратно тебя обратно сворачивают, это как регресс, что ли, назвать, сворачивают тебя в источник, в исходник, вот. И мы периодически с супругой скучаем, да, по родному региону, по нашим видам, вот. Хотя, много у меня есть критики по отношению к нашим регионам, но критика, она уже как-то, у меня уже переболелась, она намного меньше, но вот, больше положительных впечатлений, что, во-первых, регион среди всех регионов, оставившихся, которые есть у нас, перспективно развиваются, вот. Это уже говорит о том, что корни наши все-таки ремесленники, это со времен Булгарта, да, мы же там, к нам ездила вся Россия там, да, какая-то там Россия, Русь к нам за глиняными горшками, там, за подделками. Это говорит о том, что инженерия уже начинала в те годы развиваться. Единственное, что просто в нашем регионе, это плохая экология, вот. Единственное, что только не скучаем, это мы по плохой экологии. Если сравнивать нулевые годы, да, начало, там, 90-е, там было классно, мне нравился, нам супругу, вообще нравится, наши лица там, сосны, но если вот убрать вот эти заводы, вокруг, которые окружают набережные Челны, там, Нижнекамск, которые вредят собственному же народу, то было бы прекрасное место. Вода есть, природа есть, то есть можно стать, в принципе, вообще таким, знаете, государством в государстве, скажем так. В принципе, все есть для этого, да, и единственное, что надо как-то беречь здоровье, что ли, своих граждан. По пирожкам не скучаю, знаете почему, по одной причине, переел их в одно время, когда работал в офисе, это, представляете, каждый день треугольники, элеш, элеш, треугольник, элеш, треугольник, ну, и сама татарская кухня, она не особо славится здоровой кухней, да, мы понимаем, что там есть тесто, вот это вот, много теста, жареного там, вот, а так, конечно, когда к маме я приезжаю, я только и пытаюсь, наверное, особенно перемяч, это, о, а у меня мамка вообще чемпион мира по пермячам, у меня даже есть друзья в Москве, которые подсели на наши пирожки, у меня, ко мне приезжал кчелный друг, он с собой вез два белеша на сковородочках, заказали, мы купили, там, два килограмма белеша, он с собой в аэропорте и в самолете вот так вот вез, и доехал до Домодедово, и они с супругой с удовольствием просто его съели, сказали, без галиша больше не приезжай, все, вот, какие еще есть аспекты, в принципе, прямо ярких вот таких минусов я не вижу в Татарстане, да, или каких-то там, единственное, я бы улучшил, я бы сказал, улучшил музыку, можно ее оставить, но аранжировать, наверное, как вот, например, взять пример у тех же наших соседей, Казахстан, да, если послушать, она чуть-чуть уже такая усовремененная, в Татарстану надо, я считаю, пересмотреть свои музыкальные композиции, потому что все-таки молодежь же, она растет, а мы до сих пор остаемся еще в этих старых костюмах, там, да, ассоциациях, там, тюбитейка, вот, надо как-то развиваться, добавлять новые какие-то, с других народов не стесняться, то есть не быть предвзятым только что, вот, фу, это американская музыка, фу, это европейская, вот только мы будем свое продвигать, нет, я считаю, Казань это считается такой, тем более, после университета, это источник, центр, да, вот этих обменов, и мне кажется, да, здесь обмениваться надо культурой, насыщать культуру, развивать, вот мы же IT выбрали почему-то, Татарстан, да, считаемся, как Медведев назвал, там, территория, переезжающая развитие, мы же взяли технологии с Америки, а почему тогда еще не взять и музыку оттуда, как бы, да, почему бы там какой-то подход к бизнесу оттуда не взять, а то мы берем только как-то избранно, да, вот получается опять 50-ая какая-то есть, вот только IT возьмем, остальное нафиг не нужно, вот, только это возьмем, это не нужно, возьмите уж тогда все самое лучшее оттуда, с Европы лучшее, там, с Китая лучшее, да, там, вот это все собрать, отфильтровать, и запаковать это в образовательную программу, и тогда я считаю, что регион прямо будет шикарно жить, причем может себя прокормить, может и себя и показать на мировом рынке, все, в принципе, для этого и есть, просто надо грамотно к этому отнестись, не ложить так руку, там, ай, все, и так сойдет, не ради очков тирательства, скажем так, перед федеральной властью, там, да, мы уже знаем, куда на улице идут, 20 минут мы отдаем, вот, и поэтому, да, я не говорю, что там, я не призываю, там, надо независимость, отрезаться от всего мира, нет, быть каким-то своего рода государством, внутри государства, там, со своей кухней, со своими традициями, обычаями, причем, мне еще нравится в Татарстане такой момент, когда нам все удивляются, но вот сейчас скажем, некоторые крымчане, да, они думают, что Татарстан, это как Чечня, похоже, что-то там, там, у нас, говорит, шариат больше продвигается, там, или женщины все, говорит, ходят там, в черных одеяниях, там, я забыл, как это называется, может, исправить меня, вот, я говорю, нет, у нас, я говорю, не поверить, у нас и мечеть, и церковь, они вот так вот рядом, говорю, находятся, и братья у нас, говорю, переплетаются, и жена, может быть, русская, муж Татарин, я говорю, это вообще, ну, то есть, видите, какие-то же начались, как бы, уже продвижения в эту сторону, вот, я не говорю, что там плохо, та религия, или эта религия, нет, я говорю, что надо делать симбиоз, симбиоз, брать что-то лучшее у каждого, вот, я как бы сторонник, это, наверное, как это называется, это что-то вроде космополитен, да, и человек инновейшн какой-то, вот, то есть, берешь с каждого народа, просто лучше, собираешь у себя, я бы еще так же делал, кстати, импортировал, вот у нас же есть Иннополис в Татарстане, можно же туда сделать прямо вообще офшорную зону, то есть, сделать благоприятную налоговую систему, там, да, построили такое здание, чтобы оно не кисло, там, все, у тебя есть, то есть, если бы я был бы президентом, я бы, в принципе, много чего пересмотрел, ну, улучшил, вот, скажем так, 10 лет назад. Да, Рината Фенди, вы просто взяли, да, и пере, как это называется, опередили меня, видимо, это ваша способность тоже, вот, идти на, не даже не на шаг, а на два, потому что, в чем будущее Татарстан, чтобы, ну, как бы, собственно, да, татарский народ, и его вот уникальность, в том, в частности, вот ваше, да, вот, как вы смогли и проявить себя и в новых технологиях, и достаточно спокойно, комфортно можете, там, переехать с одного места в другое, вот, я сегодня тоже нахожусь в залище, вот, у бурятов, это вот, да, вот, собственно, юрта и кочевническая, вот, это наше составляние, и у Татары, вот, мы здесь все переплетаемся, ну, космополизм, он, безусловно, хорош с точки зрения принятия хорошего, да, вот, опять, хорошее к хорошему, но, есть ли здесь, и насколько они большие риски просто-напросто размыть, да, потому что границы-то размываются, и размыть, и произойдет перелинкование, да, то есть, уже, как бы, это станет неким таким артефактом, как бы, этнографическим каким-то компонентом, все, что связано с... Это новый путь, в принципе, к эволюции, А, то есть, это неизбежно, то есть, вы считаете, что, да, пусть будет глобализация, мы космополитизм принимаем, и мы понимаем, что, да, он за собой... Адаптироваться. Адаптироваться. А не потеряем свое, вот, национальное, вот, настоящее, как вы считаете? А что наше национальное? А вот что наше национальное? Вот для вас. Для вас. Ну, вот смотрите, для меня, даже я не буду брать свое мнение, я просто, когда спрашиваю людей, живя даже в наших регионах, катаясь, да, по регионам, и говорим, мы с Казани, кто-то нас путает, что вот, например, крымчане, они думают, некоторые, не говорю все, они говорят, где-то Казахстан, что ли, где-то там, то есть, и кого-то Казань, это значит, все ходят в черном, там, такие вот ассоциации, да, у кого-то татарин, ассоциация, это тюбетейка, обязательно там, и пыщ-пыщ-мак, вот, я им говорю, ребят, почему вы думаете, что вот татарины, это только 90-е, там, да, реально, их даже в школе, оказывается, показывали, наши, там, 90-е, да, у них транслировали, говорит, вот, я спрашиваю пожилое поколение, они говорят, да, у нас в школах в Украине показывали, да, что в Татарстане творилось, там, якобы мордобои, драки, людей убивали, я говорю, вот видите, я говорю, вы взяли опять только вот людям свойственно брать самое плохое из всего, это вот, согласитесь, наш менталитет, когда мы даже отзывы пишем о компаниях, мы не пишем никогда хорошие, мы даже об этом не вспомним, мы всегда только пишем плохое, и я вот здесь просто, если бы, например, был бы политическим деятелем Татарстана, да, я бы добавил в Татарстан другие краски, чтобы ассоциация была еще и с наукой, вот сейчас, слава богу, Татарстан уже как-то начинает подниматься на фоне того, что, о, у вас богатый регион, ну, то есть, а теперь смотрите глубже, ну, людям говорю, у нас еще и IT-регион считается, я говорю, у нас есть свой, свои IT-парки, говорю, есть это, вот, то есть, надо как-то менять ассоциации, я считаю, что, и для меня, ну, татарин, наверное, для меня, если меня спрашивать, что такое ассоциация у меня с Татарстаном, с татарином, да, это, наверное, с детства больше, вот это вот, да, вы, наверное, правы, там, это мама, намаз, там, или, там, молитва, вот, больше такое все связано, религиозная и кухня, вот, я бы, конечно, хотел еще и разнообразить, и, что касательно эволюции, рано или поздно, ну, человек же всегда был такой, как вы сейчас есть, умыслил, пройдет тысяча лет, возможно, мы будем смеяться с вами над этим интервью, и наши предшественники, да, они будут смеяться, говорить, блин, татарин, это тот, кто живет в Калифорнии, ребята там, или татарин, это тот, кто покорил Луну, вот кто татарин там, так татарин, это тот, кто захватил Китай, на самом деле Китай, это бывшие татары, имеется в виду, я к тому, что это юмористическое, на манер просто перевожу, да, я говорю к тому, что мир меняется, и мы должны адаптироваться просто под каждое время, у каждого времени есть свои герои, тогда, да, в те годы, там, может, 1200, в каком-то году ходили там люди, там, да, в другой одежде, они говорили о другом, призывали к другому, сегодня я призываю к третьему, через 500 лет появится еще какой-нибудь, 13, скажем, призывать бы к четвертому, и вот это, скажем так, за границей, наверное, оно, возможно, мне кажется, что исчезнет, вот эта граница, понимание, а татарин, это будет уже, знаешь, такая ассоциация, не то, что там, это кто-то человек из Татарстана вырос, ну, национальный признак, это, хорошо, по-другому вопрос, вот у вас Китай, с чем ассоциируется, с технологиями, да, Китайский чай, нет, у меня сразу же китайский чай, по-татарски, китайский чай, да, 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 фарфор, китайский чай, мы знаем, Алиэкспресс, да, вот у нас же другие понимания об этих народах, да, или об США, думаешь, да, это жирный какой-то там чувак, либо Калифорния, там, да, где технологии, Стив Джобс, там, Билл Гейтс, и так далее, вот, я хочу, чтобы наш регион также говорили, что ты откуда сказали, что у тебя такая гордость, знаешь, такие, о, это же у вас там придумали, вот это, это же у вас там, а не только что там, а, это у вас нефтяной регион, вы богатые там, что нефтяные, нефтяные зарождения, там, нефтерождение, да, вот, поэтому, скорее всего, через тысячу лет и костюмы наши поменяются, и уже будет, не тюбитейка, там, может быть, металлическая такая, зеркальная каска с антеннами, там, может быть, она, которая ловит вай-фай, ты идешь уже, загружаешь, вот, это же все условно, на самом деле, атрибутика, это все атрибутика, и главное, что не терять голову, и не подавляться вот этим вот, экстремистским взглядом, это главное, потому что, ну, чтобы не было человека, не мотало из крайности в крайность, там, например, или суперрелигиозный, да, или супер, наоборот, от, я такой, как сказать, от всех, от оторванной, да, оторванной, не хочу ни того, мне кажется, надо всегда содержать, ну, держать золотой середине, вот этой вот, Леонардо-Довинчевской, и брать всегда самое лучшее, да, и мы не сотремся, мы же по-прежнему останемся, мы же, то есть наша, в принципе, душевная составляющая, она никуда не денется, мы меняем только оболочки, шапочки меняем, там, кто-то платок одевает, на самом деле, это, я не считаю, что это признак национальности, надо смотреть в ген, в корень гена, откуда ты родом, там, да, наши же предки, они не ходили, вот как мы сейчас там, в таких толстовках, вот, что это я, получается, предал свое братство, нет, просто я адаптировался под нынешнее время, и считаю, что современной молодежи надо также пересмотреть взгляды, что границы, это условно, это абстракция, которую придумал сам человек, государство, на самом деле, нас границ нету, ты хочешь, если тебе, вот, хочется реализоваться во Франции, да езжай, пожалуйста, если тебе комфортно жить, например, среди узбеков, так езжай к узбекам, у тебя не должно быть такой, там, привязанность только к квадратному метру, к прописке, ты, раз тут прописан, у тебя мама тут захоронена, там, то есть, вот эти вещи моментально исключать, это они только вредят прогрессу, самое главное, это для человека размыть границы, среды обитания, да, то есть, человек это не то, где он, например, родился, и должен обязательно там пригодиться, вот, самое главное для человека, это, во-первых, уединиться с природой, получить гармонию с природой, не гоняться за деньгами, да, там, за каким-то счастьем, что вот, ты купил Хаммер, там, дорогой, или ты, там, купил Феррари последний, или Порш, Каен, да, ради этого живешь, ты превращаешься в обычного неврастенника, ты постоянно ищешь в себе кучу энергий, отговорок, что почему у тебя это не получается, а почему вот это вот получается у других, и ты начинаешь копаться в себе, что, блин, неужели я такой неудачливый, а вот другой-то удачливый, и знаешь, опять, вина идет средств массовых информаций, то, что они говорят, что вот смотрите, 23-летний парень заработал себе там на квартиру Москва-Сити, да, и я вот сейчас вспомнил вот этот момент, на самом деле таких ситуаций бывает один на миллиард, это просто удача, человеку подвернулась удача в 23 года оказаться в нужном месте, в нужное время и при нужных связях, вот, просто так сложилось, а молодежь, которая современная, она думает, что раз у этого 23-летнего пацана все получилось, значит, и у меня получится, нет, так не надо мыслить, надо мыслить ближе к себе, то есть развернуть весь ракурс на себя, а не на то, что ты направляешься там на какое-то средство заработка, я тоже для себя Америку выбрал не из-за того, что я там прямо жажду жизни там в ней, я смотрю Америку как просто средство быстрого заработка для себя, чтобы потом в старости купить дом лучше подальше от города, да, и заниматься каким-то сельским хозяйством, уединиться с природой, потому что я даже вот в 17-е годы с супругой переехали на море жить, мы поняли, ради чего должен жить человек, кайфовать от собственных продуктов, и для меня кажется, что я сам понял, раньше тоже думал, колхозники, колхозники, а тут в 40 лет ты в 39 начинаешь понимать, что вот оно, ради чего ты живешь, это же кормит тебя, ты должен двигаться, ты не должен сидеть только в офисе где-то там или за рулем автомобиля, ты должен развиваться, именно развиваться духовно, вот это самое главное, то есть, которое делает тебя в старости счастливым, ты же не хочешь там болеть, хромать к старости, скорее бы эта жизнь долбанная закончилась, а я так до сих пор неудачный, нет, надо просто убрать вот эти все амбиции ненужные и только ракурс повернуть на себя из своих близких, и вот понял, кстати, самое одно из, это тоже самое-самое из всех важных деталей, родственники и вообще родня, это самое близкое все, что у тебя может быть, ради них надо жить, друзья, они могут поменяться, когда у тебя закончатся деньги, коллеги могут поменяться, когда у вас заканчивается общий интерес, если вы друг другу не выгодны, но родственники и близкие друзья, ой, близкая вот эта родня, они никогда никуда не денутся, ну, разве что на тот свет, вот, и здесь надо сплоченно держаться, если даже взять вот другие народы, да, вот, к примеру, ну, не буду перечислять, но, на самом деле, у многих народов я вижу эту сплоченность, у нас постепенно в России вот эту сплоченность размывают, и я считаю, что это и есть богатство, когда у тебя много родственников, родни, вы вместе созидаете, вы создаете какой-то некий симбиоз, и направлять эту мощную энергию на какое-то создание бизнеса совместного, да, вот, ради этого и должен жить человек, ради себя, прежде всего, какой-то быть эгоцентричный, и в гармонии с природой, а не гнаться там, переехать куда-то, нет, вот я говорю, и своя причина, поэтому я переезд в Америку, только заработать, мы с супругой поставили себе цель, там у нас получится заработать быстрее, чем в России, к примеру, выбрали IT, потому что это сейчас в тренде, если будет завтра производство кукол пластиковых, мы перейдем туда, то есть мы такие люди, которые легко адаптируются, если скажут, завтра будет выгодно пить. Да, ну подождите, да, Редактор Фенди, вы говорили буквально 5 секунд назад там, не надо гнаться за деньгами, теперь говорите, мы в Америку перейдем, потому что там можно заработать. Я же говорю, мы быстренько заработать, мы не стремимся там где-то жить в каком-то супердорогом элитном районе и купить там жилье, нет, мы хотим там просто, потому что мы стареем быстро, на самом деле, и мы же 8 часов в сутки спим из 24, 8 часов работаем, и 8 часов только у нас на себя, поэтому мы должны быстренько заработать, не обязательно там это гнаться за большими деньгами, у каждого у людей просто свои потребности, цель в старости. Я, например, хочу купить большой дом, отложить какую-то копеечку на старость, и мне как бы хватит все, нам, семьей, чтобы жить в гармонии с природой, все, а остальные вот эти лишние миллиарды, там какие-то дорогой автомобиль, он мне вообще не нужен, что с этим автомобилем делать, он только портит воздух. Ну что ж, да, Ринат и Фенди, мы как раз к нашей кульминации переходим, да, общение и разговоры, очень интересно, будем реально вас дальше просить, чтобы вы и канал открыли YouTube, и к нам приехали, как вариант бизнес-завтрак, там, не знаю, бизнес-ланч, это очень будет ценно, и, конечно же, вот финал, это вот ваше, как бы получается, отдельное напутствие татарскому народу, как сыну татарского народа, вот как вы видите там в перспективе 100-200 лет, и что бы вы пожелали, чтобы мы здесь и сейчас уже в чем созидали? Я вспомнил, какую фразу я говорил про самое главное, самое главное, надо всегда заниматься самообразованием, вот на чем закончилось наше разговор, самообразование до старости, у меня мама, ей 81 год, она освоила смартфон, она сейчас спокойно владеет Инстаграмом, Ватсапом, она перепечатывает, то есть человек не поломал себе как-то, да, дофамин в какие-то там 60-е годы, в 60-е, в 60-е, 60-летие, да, вот, человек начал развиваться, и я считаю, что мозг нужно всегда держать в тонусе, это как мышца, ее надо тоже всегда развивать, обогащать, набивать знаниями, тем более, сейчас столько много образовательных программ, которые позволяют даже онлайн учиться, ну и учите языки, языки мира, особенно английский, только не зависайте на одном языке, потому что вся планета разговаривает на английском, если вы хотите обмениваться культурно как-то с другими народами, принято, ну так получилось, что планета приняла один язык, это английский, это как бы универсальный язык, где вы, неважно, китайцы, там, монгол, вы поймете друг с другом, друг друга поймете именно на этом языке, то есть это как госстандарт, скажем так, ну и стандарт человечества, поэтому учите языки, это очень главная сегодняшняя задача, если вы хотите также заработать денег благодаря своей профессии, не криптовалюте, тоже нужно знать язык, можете сами погуглить профессии, да, которые требуют английский язык, и они в десятки раз дороже оплачиваются, чем, например, на родном языке, вот, как бы развивайтесь каждый день, каждый день и каждую минуту, да, ну что ж, Ринат Фензи, это ваше финальное слово, ну как бы нашим зрителям, или еще что-то хотите сказать, может, на татарском языке, вот, татарский, я, к сожалению, плохо знаю, у нас особо-то никто не преподавал, у нас только мама там с отцом разговаривала на татарском, вот, а я бывает как собака иногда понимаю, ну и то простые бытовые вещи там, там, как там, ультнесендер, да, типа этого, там, ашать, там, ну и все, там, и пей, да, это мой минус, бывает же вот у человека минус, да, это мой минус, я не знаю свой родной язык, причем виноваты, наверное, те условия, где мы развивались, мы вроде жили в Татарстане, получается, да, ну, была советская же власть, она же исключала все вот эти языки, и навязывала только нам один язык всем народам, как и узбекам, как и киргизам, всем учить русский, вот, хотя надо было это соблюдать, да, народности вот эти, оставлять какие-то, это как бы одна из ошибок нашего, того государства, предыдущего, да, так вот, это мой минус, что я не знаю, ну и напутствия какие, что забудьте о границах своего вообще мозга, человек вообще рожден для того, чтобы уметь все, имея руки, глаза, там, ноги, даже руки без глаз, без рук добиваются больше, чем руки с глазами, чем люди с глазами, руками, вот так вот, поэтому нету границ для совершенства, нет границ вообще для саморазвития, самое главное, вот, начинка, не оболочка, вот это вот, то, что мы носим, набиваешь, вот это вот, главный центральный аппарат, ради него мы и живем, в принципе, мы его кормим, мы его ублажаем, да, как бы сказать, мы ему там картинки красивые показываем, все зависит от головы, в общем, прокачиваем мозг, да, прокачиваем мозг, прокачиваем, да, интеллект, наращиваем новые, да, да, нейронные связи. Обязательно, это прямо надо изучать всегда, это тренировка мышечной массы, мозговой, мозговой массы. Ну что ж, Ринат Уфенди, мы благодарим вас за сегодняшний диалог, за разговоры, и за много интересных, таких вот, ярких ваших комментариев, и про экономику, и в целом, вот, про мир, мироустройство, с вашей позиции, и, конечно же, ждем новых встреч. Я представлю еще раз нашего героя зрителям. С нами сегодня был Ринат Рушанович Усманов, уроженец набережных Челнов, это и рок-музыкант, и вот дорос до продуктового менеджера UX и UI, основатель стартапа Япикс, это конструктор мобильных приложений, ну, в общем, человек, будем так говорить, планеты Земля, который сейчас находится в Крыму, насколько я поняла, и определенным образом тоже и Крымчат просвещает, кто же такие татары, что же за Казань, за место такое-то, и роль... Татар на них задача. Да, и роль Татарстана вообще не только в мировой экономике, а в целом в нашем таком вот планетарном танце взаимодействия. Ну что ж, благодарим вас, Ринат и Фенди, и я хочу также поблагодарить Фонд поддержки и развития бурятской культуры, а я Ганга, вот я специально вот нахожусь на фоне их баннера, в дни буддийского года, нового года Сагал Гана, вот, который будет в течение всего февраля и стартовал 2 февраля, вот они меня сегодня приняли, нас, Питер Татар, чтобы мы провели эту беседу, и хочу лично поблагодарить Сариндаре Аюровну Самбуеву, потому что вот она и вице-президент, и собирает здесь всех, мы сегодня пока с вами общались, вот и делегация из Москвы была, и я вот специально пересела, чтобы показать вам все-таки эту красивую юрту, так-так-так-так-так, вот смотрите, видите, как она у них здесь встроена, вот надеюсь, в принципе, потихонечку, ну там фотографии можно сделать, ну что ж, до новых встреч, и я, как бы, Катифан Акифуна Гвинтину и приветствую, и прощаюсь с вами, до новых встреч, всего доброго, Низкий поклон, спасибо. 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 Спасибо.